Крутогорская лыжная трасса считается одной из самых сложных в нашем регионе. Именно ее крутые виражи, спуски и подъемы предстояло преодолеть участникам чемпионата и первенства Омской области. Данные соревнования являются для лыжников своеобразной генеральной репетицией и проверкой сил в самых тяжелых условиях перед выходом на всероссийские старты. Это венец всех соревнований, это не открытые, не закрытые, это чемпионат области, где чистые присваиваются разряды и самое главное, что осуществляется отбор кандидатов на участие в визиональных соревнованиях. Второй тур чемпионата и первенства региона по лыжным гонкам собрал более сотни участников разных возрастов. От совсем юных спортсменов, до уже вполне состоявшихся и защищающих честь Омской области на всероссийских стартах. За два соревновательных дня лыжники успели проявить свои навыки в прохождении трассы как свободным, так и классическим стилем. Продолжение следует... Продолжение следует... Но даже опытные лыжники, добившиеся главных наград по итогам соревнований, отметили, что покорение Крутогорской трассы далось им нелегко. Зато стала отличной подготовкой к главному старту года – чемпионату России, который состоится в феврале. Необычайная трасса, которая очень тяжело дается, но мы спортсмены, мы готовимся к ней. Основные старты, естественно, у нас в феврале месяце. Скажу честно, было тяжело, но это придает сил, наверное, уверенности. Нельзя не отметить и тот факт, что отличная физическая форма, постоянные тренировки и колоссальная выносливость – еще далеко не все составляющие успеха. Отличным поспорьем для омских лыжников стала реализация в нашем регионе проекта «Штайншлифт». Уникальная технология обработки лыжных поверхностей, разработанная Олимпийским комитетом России, позволила спортсменам улучшить свое время на дистанции. Насколько я знаю, предоставила Федерация лыжных гонок нам станок в этом году. Это очень помогло лыжникам, я считаю, потому что мы раньше, чтобы отправить куда-то в другой регион, платили за транспортировку лыж, за сам штаншлифт. А здесь все было бесплатно сделано. По этой технологии лыжи просто могут обрести, как говорится, вторую жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...